В небольшом селе Злоказово в Кусинском районе обустроили культурный центр, площадку перед школой. А в ее здании работает еще детский сад и библиотека. Так что это настоящая точка притяжения для местных жителей. Место для обучения, занятия спортом и развлечений. Подробности в сюжете. Горнолыжный курорт Евразии в Кусинском районе работает круглый год. Летом здесь организуют сплавы. Могли бы принимать еще больше гостей, но для этого необходимо отремонтировать дорогу. Место очень уникальное, очень красивое и вложено очень много денег. Я считаю, что этот центр имеет большие перспективы для развития. То есть есть очень много, что можно сделать, добавить и действительно сделать одной из жемчужин Южного Урала. И я, со своей стороны, готов включаться и помогать этому. Следующий пункт назначения – село Злоказово. Строительство пришкольной площадки здесь началось еще в прошлом году. Подрядчика выбирали из числа местных умельцев. Сделано все не только добротно, но и с душой. Завершить этот проект помогла программа «Единой России. Городская среда». Эта площадка уже сейчас представляет действительно интересный, спортивный, развлекательный, культурный объект. И это не в Челябинске, это не в Кусе, это как бы в небольшом населенном пункте. Это здорово. В этом же здании находятся и детский сад, и библиотека. Школа – настоящий центр притяжения для местных жителей. Поэтому новая площадка никогда не пустуется. Каждый вечер здесь, не ссору даже, собирается человек минимум 15, наверное. И когда праздники, вот последний праздник у нас было около 100-150 человек, то есть в этом месте с детьми. То есть площадка, она работает. Программа хоть и называется «Городская среда», но благодаря ей удалось благоустроить и многие сельские поселения. В Кусинском районе уже составили план на ближайшие три года. В него вошли не только детские площадки, но и скверы, стадионы и пешеходные улицы.